Как вы помните, мы начали исследование книг Бытия из того, что она говорит нам о Боге. Библия вообще – это книга о Боге. Представить нам Бога, объяснить нам Его характер, объяснить Его действия – это одна из очень важных целей Священного Писания. Потому что нам, людям, нужно знать Бога. Мы часто ограничены именно в этой сфере нашей жизни. Мы живем, исходя из наших земных обстоятельств. И мы упускаем очень важную составляющую того, что над всем этим Бог – Творец, Создатель, Который является началом и концом, Который ведет все то, что мы наблюдаем, все то, что происходит с нами, Который управляет Вселенную. Сегодня мы коснемся одного качества, одной характеристики Божьей, которая, пожалуй, наиболее часто упускается людьми. Это характеристика Божьей провидения. Бог велик в своей личности, и Его величие, конечно же, выражается в том, что Он однажды сотворил мир из ничего. Его величие выражается в том, что Он может остановить или изменить действия естественных законов природы. Мы читаем в книге «Исход», когда разделилась вода, и люди прошли по морю. Мы читаем, как Иисус Христос ходил по морю. Мы видим, как Христос исцеляет людей, как Он изгоняет бесов. То есть могущество Божьей силы вторгается в жизнь, останавливает, направляет все то, что происходит здесь. Но есть еще одно качество, еще одна особенность Божьей личности. Это особенность, которая превосходит все то, что я сейчас перечислил. Это Божье провидение. Смысл Божьего провидения в том, что Бог может управлять событиями, не останавливая законов природы и позволяя людям принимать их собственные решения. Вот в этом уникальность Божьего провидения. Люди действуют, исходя из того, что им кажется сейчас правильным. Они принимают решения, которые они принимают. При этом здесь тысячи разных людей вокруг. При этом здесь разные обстоятельства. Погода, политика, экономика. Всякие действия, которые случаются одновременно. Но во всем этом Божье провидение способно достичь определенной Богом цели. Как я уже сказал, это удивительное проявление Божьей мудрости и удивительное проявление Его силы. Как бы ни действовали люди, как бы ни складывались обстоятельства, Бог всегда достигает Своей цели. Это одна из важнейших истин Священного Писания, и книга Бытие рассказывает нам об этом очень ярко, очень доступно и очень убедительно. На каком-то этапе нам, людям, может казаться, что ситуация складывается не в пользу Божьих людей, не в пользу Божьих целей, в ущерб Божьим интересам. Но когда мы посмотрим немного шире, выясняется, что эти, казалось бы, проигрышные ситуации, они в действительности окажутся важными деталями в общем Божьем плане достижения Его более великой цели. Вот это и называется парадоксами Божьего провидения. Я так и назвал сегодняшнюю проповедь – парадоксы Божьего провидения. И смысл этого в том, что мы часто соприкасаемся с тем, что кажется нам поражением, кажется провалом, кажется неудачей, но в действительности это важный степень стон или важная ступенька для достижения того, что Бог определил для нас в Своей цели. Я напомню, что мы находимся в той части книги Бытие, которая посвящена истории Иакова. Первые 12 глав Библии были посвящены объяснению того, что было до того, закладывались основы. Помните, Бог рассказывает историю через Моисея, историю, как люди живут после того, когда они восстали против Бога. Первый мир очень быстро пришел к катастрофе, к полной катастрофе, к полной разрушению, так что Бог вынужден был их уничтожить потопом. Начинается новое начало, сноя, и мы видим, что даже вот эти благочестивые люди, которых Бог сохранил от потопа, даже они достаточно быстро извращают пути свои. Мы видим, как грех живет в них, и грех действует. И еще через какое-то время мы читаем строительство Вавилонской башни, желание самоутвердиться, желание достичь неба. И вот после этого Бог начинает историю еврейского народа, историю Израиля. Это важный народ и важная история. Важный, потому что с историей израильского народа связана история искупления, история пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему важно изучать Ветхий Завет. Ветхий Завет раскрывает перед нашим взором историю искупления. Ветхий Завет показывает, почему нужно было искупление. Он показывает, какими методами Господь делает искупление. Он рассказывает о том, в чем заключается природа этого очень важного аспекта жизни самой по себе. Когда мы читаем историю Израиля, мы соприкасаемся с несколькими очень интересными явлениями. Одно из них, точнее, заключается в том, что само появление Израиля было чудом. Помните, Бог призывает Авраама, обещает ему землю, потомство и благословение. Проходят годы, проходят десятилетия. У Авраама нет сына. Этот сын появляется тогда, когда у них уже не только никакой надежды нет, у них нет физической возможности родить детей. То есть, Бог показывает, что само появление Израиля – это чудо Божие. Это очень важная истина, друзья. Все доброе, что может быть в нашей жизни, все ценное, что приходит от Господа, приходит как чудо Божие. Приходит не потому, что мы рассчитали. Помните, Авраам с Сарой рассчитывали, они пробовали решить свои проблемы по-человечески, и у них не получилось. Божье приходит от Господа. То же самое было у Исаака. Дальше мы видим историю Иакова, очень сложную историю. И вообще вся сохранность Израиля – это чудо. В истории израильского народа было огромное количество ситуаций, в которых они не должны были жить больше, они должны были исчезнуть. Много таких ситуаций. Мы видим, что Господь, допуская эти ситуации, постоянно показывает, вы зависите от Меня, вы абсолютно полностью зависите от Меня. И при всем этом Он говорит, «Я если начал свое дело, я доведу его до конца». Вот в этом важность истории израильского народа. Сегодня мы коснемся нескольких деталей в этой истории. История, которая связана с Иосифом. И эти детали раскрывают перед нашим взором величие Божьего проведения. Я разбил эту историю на несколько частей. Я так назвал их сцены. И вот эта первая история, которую я назвал сценой первой, она демонстрирует Божье проведение в ситуации с Иосифом в доме Патифара. Как мы уже отмечали выше, одна из ярких особенностей, одна из ярких особенностей Божьего проведения в этих каждущихся парадоксах. С людьми, которые верны Богу, часто случаются необъяснимые неудачи. Тогда, когда Бог с нашей точки зрения должен был бы сохранить от беды, беда случается. Тогда, когда нас должна бы миновать болезнь, мы заболеваем. Когда кажется, что мы заслуживаем уважения, с нами не считаются по какой-то причине. Вот это то, что случается. Понятно, что это реальность, пораженного грехом и тлением мира. Но ведь Бог должен же защищать своих. Он должен же заботиться о тех, кто Ему верен. Он должен охранять. Тем более, Он обещал их благословлять. Это и есть парадокс Божьего проведения. Допуская в жизни своих детей трудности, скорби, допуская несправедливость со стороны окружающих людей, Бог делает это, чтобы привести нас к более важной и к более ценной цели, достижение которой невозможно было бы иным путем. И во всем этом, введя нас этим путем, Бог достигает еще одну не менее важную цель. Бог достигает изменения нашего внутреннего мира. То есть, Он создает условия, максимально необходимые для духовного роста. Итак, давайте посмотрим на первую ситуацию в истории Иосифа. Как вы помните, Иосиф был продан в рабство. Братья его продали. Само по себе это ужасно. Это несправедливо. Это трагично. Иосиф потерял не только свою свободу. Он потерял все. Он потерял свою нацию. Он потерял свою семью. Он потерял связи. Он потерял друзей. Он потерял круг общения, в котором он привык находиться. Но мы видим, что даже в этих обстоятельствах Бог его не оставил. Бог продолжает его вести. И мы видим здесь очевидное благословение. 39 глава. Мы читаем с первого стиха. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измальтян, приведших его туда, египтянин Патифар. Царь-дворец Фарона, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина, и увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь дает в руках, в руках его дает успех. Первое благословение Иосифа в том, что он попадает в очень порядочные условия. Его могли бы продать, строить пирамиды. В то время было много рабов, которые строили в Египте пирамиды. Рабская сила использовалась в самых разных обстоятельствах, там, где их не жалели, там, где они умирали буквально. Но вот Бог так допускает. По Божьему проведению Иосифа покупает Патифар, царь-дворец Фараона. И это не просто более благополучное место. Дело в том, что это правильное место. Это то место, которое играет важную роль на пути Иосифа к Божьей цели. Представьте себе Иосифа в той точке, он просто радуется. Ух, хорошо, хоть соседа продали пирамиды, строить, таскать, эти камни тяжелые, а я здесь буду помогать. Он не знал еще, что его поставят там высоко. Но самым главным благословением были вот эти слова. «И был Господь с Иосифом». Даже если бы он попал в пирамиды строить. Если Господь с Иосифом, это самое главное явление. Вообще, это удивительное явление. Кажется, что Иосиф совсем один. Вот представьте себя в его обстоятельствах. Когда ты в чужой стране, когда у тебя нет друзей, у тебя нет телефона, у тебя нет переписки, все, что есть с прошлого, это жестокое предательство. Предательство твоих родных братьев. Родители, которые любили Иосифа и которых любил Иосиф, нет. Абсолютно нет никакой связи с ним. Более того, нет свободы. Он не может устраивать свою жизнь, завести себе какие-то новые контакты, какое-то новое общение здесь. То есть, Иосиф абсолютно одинок. В самом тяжелом смысле этого слова. Но здесь очень важная фраза. «С Иосифом был Господь». Это самое главное, друзья мои. Бог дает нам то, чего никогда не дадут люди. Мы это знаем, но на практике нам очень трудно этим жить. На практике нам трудно этому учиться, и мы постоянно подменяем, мы ищем какие-то человеческие подмены, суррогаты этому. Вот почему важно иметь отношение с Богом. Реальные, настоящие отношения, которые приносят вам удовлетворение. Отношения, которые становятся инструментом обретения мира и радости. Вот почему этому нет альтернативы. Это важнее популярности среди людей. Это важнее материального благополучия. Это важнее здоровья. Это важнее политической стабильности. С Господом и в тюрьме свобода, и в страданиях покоя. Так вот, Божье присутствие в жизни Иосифа выразилось в том, что Бог дал ему успех во всем, что он делал. И это сразу стало заметно. Посмотрите, здесь написано «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Это очень интересные слова. Смотрите, Патифар – это неверующий человек. Скорее всего, Иосиф говорит ему о Господе, что Патифар понимает, что это не просто успех этого молодого человека. Он понимает, что там есть связь с Богом и с Богом еврейским, с Богом не египетскими богами, а с Богом, в которого верит этот еврей, с Богом, который ведет и охраняет и заботится об этом молодом человеке. Четвертый стих. Мы видим, как Бог располагает сердце Патифара и снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над всем домом своим и все, что он имел, отдал в руки его. То есть, проходит период времени, у Иосифа появляется репутация, Бог располагает сердце Патифара. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господня на всем, что он имел в доме и в поле. И он оставил все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который ел». То есть, с Иосифом благословение пришло в дом Патифара. Это было очевидно. Здесь, казалось бы, все должно бы и остановиться. Нам хочется, чтобы здесь все остановилось. Справедливость восторжествовала. Иосифа предали, Иосифа с Иосифом несправедливо поступили, а Бог вернул все, и вот теперь Иосиф здесь в очень хорошем месте. Но это еще не все. И вот здесь как раз случаются обстоятельства, которые изменяют данную картинку. Часто происходит так в нашей жизни. Нам кажется, что вот сейчас эти обстоятельства Господь дал, мы пострадали, мы пережили трудности, теперь Господь компенсирует, и теперь все бы должно быть уже хорошо. Здесь возникает ситуация, которая ставит Иосифа перед выбором. Остаться верным Богу и подвергнуть себе риску, или же пойти на хитрость ради того, чтобы сохранить за собой привилированное положение. Иосиф выбирает верность. Шестой стих. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена Господина, и высказала, спи со мной. Но он отказался. И сказал жене Господина своей, вот Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. «Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом?» Когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался, чтобы спать с нею и быть с ней. Заметьте, это продолжается достаточно долгое время. Проблема сексуальной эпохи достаточно древняя. Сегодня весь мир помешан на сексуальность, и как мы видим, это было еще тогда, очень давно, это две тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Люди были такими же. Жена Патифара была обеспеченной женщиной. Как это часто бывает в таких случаях, она привыкла к многочисленным благам, к комфорту, к удовольствиям, которые у нее были, и ей захотелось чего-то большего. Ей понравился этот молодой раб. Умный, очень порядочный, очень аккуратный, очень способный, красивый, мужественный человек. Она привыкла, что к рабам относятся как к собственности. Рабы вообще не возражали. У них не было права возражать. Поэтому, когда она встречает отпор, несогласие от этого раба, это, конечно же, ее возмущает. Возможно, это была не первая ситуация для этой женщины, когда она искала удовлетворение своих страстей. Возможно, она даже думала, что раб этот должен считать за привилегию, что он станет ее фаворитом. Вполне возможно. Но здесь что-то пошло не так. Этот раб отказался от предложения. Более того, он отказывается после настойчивых требований. Посмотрите, здесь сказано, что она так говорила ежедневно. То есть, это ни раз, ни два, на протяжении какого-то длительного времени. Причиной отказа Иосифа была его верность Богу. Посмотрите, что он говорит. Он говорит, у меня есть господин, который мне доверяет. Я не могу его предать. Я просто не могу поступить. Я не могу быть предателем по отношению к своему господину. Ну и дальше подчеркивает. Он говорит, как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом. Мы уже говорили об этом в прошлый раз, когда говорили о сыновьях Иосифа и вспоминали о том, что все остальные его братья, они ведут себя далеко от этих стандартов. Для них то, что они перешагивали Божьи разные установления, было очень легким делом. Но у Иосифа, Иосиф, по всей видимости, научился у отца, у сокрушенного отца. Он научился этим серьезным отношением к Богу, серьезным отношением ко греху. И он говорит, я не могу предать доверие своего господина и не могу этого сделать, потому что это грех перед Богом. Я не могу это сделать. Иосиф поступает так, потому что он хорошо понимает, что его успех здесь, его благословение, которое он переживает, является результатом Божьей охраны, Божьего действия, Божьей благодати. Для Иосифа это очень ясно, и поэтому он очень сильно дорожит своими взаимоотношениями с Богом. Он знает, что поступить против Бога для него непорядочно, неблагодарно и опасно. И вот здесь опять, когда Бог, казалось бы, должен был бы оценить верность Иосифа. Вот посмотрите, человек, который пережил столько несправедливости, а здесь к нему подходят с такой пропозицией, с таким серьезным искушением, и он остается верным. И здесь вот по-нашему, нам кажется, Господь должен был бы вознаградить его, и восстановить правду, и пришел бы хозяин, и выяснил бы ситуацию, и вот так, чтобы его правда восторжествовала. Но мы видим, Иосифа опять постигает неудачу, причем это несправедливость и очень жестокая несправедливость. Жена Патифара, не привыкшая слышать возражений, она решила свести счеты с несговорчивым рабом и подстроила обстоятельства так, чтобы можно было оклеветать его. Случилось в один день, когда он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках, побежал и выбежал вон. Это была последняя попытка, она решила взять его силой. Но он решительно отверг ее и здесь, и вот здесь в ход пошла ее коварность. 13 стих. Она же, увидев, что он оставил одежду свою, и побежал вон. То есть она понимает, у нее в руках вещественные доказательства, и она может удобно повернуть ситуацию так, что у этого молодого человека будут серьезные проблемы. Она поднимает шум, кликнула домашних своих и сказала им так, посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной. Но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. Я оставила его одежду у себя до прихода господина его в дом свой. То есть она созывает народ и потом пересказывает все мужу свою изобретенную теорию, версию. И пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом». Взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице». Рабам всегда верили меньше, чем свободным. Рабы вообще не имели права свидетельствовать в суде. А тем более, когда против раба свидетельствует хозяйка дома. Естественно, Патифар верит своей жене. В отличие от Иосифа, он не ответил ему верностью. Посмотрите, Иосиф был верным Патифару. Он верно работал, он верно заботился о благе дома его. Он верно защищал его интересы тогда, когда ему предлагали согрешить против Патифара. Но Патифар в этой ситуации отвечает неверностью. Он даже не разбирался, просто бросил его в темницу. И в этом парадокс. Это еще один парадокс. Верность, кажется, приводит к неудаче и поражению. Иосиф, воспитанный новым Иаковом, Иаковом сокрушенным уже, с Израилем, он отличается от своих братьев, которые строили свою жизнь хитростью. Он отказывается от этих хитрых, лукавых, неверных, грязных путей. И вместо награды, вместо того, чтобы получить от Господа должное воздаяние, он получает несправедливое наказание, его бросают в темницу. Но в этом и заключается суть Божьего проведения. Он допускает трудности, он допускает несправедливость, он допускает испытания только для того, чтобы ввести нас к следующему уровню благословений, скрытых благословений. Сразу после этого мы читаем самые важные слова в этой истории, опять повторяются. 21 стих. «И Господь был с Иосифом». Вот посмотрите, обстоятельства складываются по-разному. И нам может показаться, что эти обстоятельства лучше, хуже, проигрывают несправедливости, какие-то разные обстоятельства, которые трудно найти им объяснение в данной точке. Но вот эта фраза, она решает все. «И Господь был с Иосифом». Это и есть благословение. Когда Господь с нами, то даже самые трудные обстоятельства становятся для нас благословением. И здесь мы переходим ко второй сцене. Иосиф попадает в темницу, так как и до того Господь сопровождает его, дает ему успех. Давайте еще раз 21 стих читаем. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что у него было в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». Это, безусловно, было ободрением после жестокой несправедливости, которую Иосиф пережил со стороны жены Патифара и со стороны самого Патифара. Здесь его жизнь как бы начинается еще раз сначала. Но, как мы видим, это не главное. Центральным стержнем жизни Иосифа продолжает быть Божье присутствие в ней. Иосиф ценит это выше всего. И это выражается в его продолжающейся верности Богу. Как мы говорили, по всей видимости, Иосиф научился верности Богу у своего отца. Он вырос тогда, когда после покаяния отца. Он вырос после того, когда Иосиф Иаков пережил сокрушение у потока Иавок. Он стал другим совсем человеком, и теперь доверие Богу, практическое послушание, служение Богу стали главными качествами этого человека. Во всяком случае, именно это мы видим в жизни Иосифа, чем он радикально отличается от своих старших братьев. Это же мы видим здесь в темнице. Здесь, как и в доме Патифара, Иосиф продолжает верно служить своему господину. Это очень интересная деталь в сфере современных обстоятельств. Он хорошо понимает несправедливость. Он понимает, что именно в результате клеветы он оказался в темнице. Но при всем этом, доверяя Богу, он не теряет эмоционального своего стержня. Он не впадает в уныние. Он продолжает конструктивно работать. Более того, он продолжает действовать так, что господин, который там был в темнице, замечает это, ценит, доверяет ему. И практически он видит его как хорошего работника, который честно работает на своего хозяина. Все это, конечно, результат верности Богу. Кроме того, кроме вот этой честной работы на хозяина, верность Богу в жизни Иосифа проявляется еще в одной очень интересной здесь детали. И его сострадательном отношении к сокамерникам. Посмотрите, 40 глава, мы читаем с первого стиха. «После сего Виночерпий царя Египетского и Хлебодар провинились перед господином своим царем Египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного Виночерпия и главного Хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил ему. И пробыли они под стражу несколько времени». Интересная вещь. Посмотрите, Иосиф здесь уже заработал какой-то авторитет. Иосиф несправедливо обвиненный в преступлении, которое он не совершал. Но он сейчас находится в положении, в котором он служит тем, кто в действительности виноват. Виночерпий и Хлебодар по всей видимости были важными персонами, что когда они пришли в тюрьму, им там дают какие-то VIP-номера. Иосиф оставят, Иосиф там им прислуживает в этой всей ситуации. Посмотрите, несмотря на эту очевидную несправедливость, Иосиф не просто не озлобился, но он относится к своим новым господам сострадательно. Интересная вещь. Он приходит однажды, видит, они что-то приуныли. Он спрашивает, отчего вы печальны, господа мои? Посмотрите, еще раз пятый стих. Однажды, на черпе и Хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним, Иосиф поутру, и увидел, и вот они в смущении. И спросил он царедворца фараонов, находившихся с ним в доме господина, его подстраживая, отчего у вас сегодня печальные лица? Заметьте, ну это уж вообще не входило в его обязанности. Уже ладно, его начальник темницы поставил, чтобы он хлеб им приносил или что-то еще, помогал им там, убирал за ними, может быть, что-то еще делал, как-то служил. Но эмоциональную поддержку, наверное, в Job Description там не было. Это просто говорит о состоянии сердца, Иосиф. Вот обратите внимание, несмотря на всю несправедливость, несмотря на то, что это несправедливо, даже с точки зрения того, как Бог с ним поступает. Раз допустил, его предали братья, оставили его, продали в рабство. Второй раз, когда он там уже очень хорошо достиг, казалось бы, он мог бы считать, я это заработал. Я заработал. Я заработал своим трудом здесь, все честно. Я работал хорошо, я честно относился к Патифару. Почему я в темне? Почему меня оклеветали? Но, заметьте, он не допускает такого хода мыслей. Он видит Божью руку в своей жизни, он видит доверие Богу самым главным фактором, и поэтому он эмоционально свободен, и он с этими людьми, которых его поставили им служить, этим людям, которые недостойны того, которые преступники в действительности. Он с этими людьми подходит, он строит, и у него отношения к ним очень добрые отношения. Он видит, они приуныли, и он задает вопрос, а чего у вас сегодня печальные лица? И вот здесь Господь благословляет его еще раз. Заметьте, вот эта верность Богу, она ведет к следующему благословению. В этот раз Господь дал Иосифу сверхъестественную способность истолковать необычные сны вина, черпия и хлебодара. Восьмой стих. Они сказали ему, нам видели сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. И рассказал главный виночерпи Иосифу сон свой и сказал ему, мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развелась, показался на ней цвет, выросли созреленные ягоды, и чаша фараонов в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. Бог дает Иосифу сразу же истолкование. Помните, когда Даниил слышал, он там брал время для того, чтобы молиться, а здесь вот сразу Господь дает. 12 стих. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его, три ветви это три дня, через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараону в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. И вот здесь с полной уверенностью в том, что это точно так и будет, Иосиф обращается к нему с просьбой. 14 стих. Вспомни же меня, когда будет тебе хорошо, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, бо я украден из земли еврею, так же и здесь не сделал ничего, за что бы бросить меня в темницу. Заметьте, Иосиф не забыл об этом. Когда мы читаем, как он себя ведет, то кажется, что у Иосифа какая-то намность, просто вот он где-то притупленное чувство, и он совсем не чувствует ни справедливости, не чувствует всей той боли, которая была. Нет, он помнит. Для него все это реально. Он реально все это переживает. Он не позволяет всей этой информации, всем этим фактом руководить им, но в данной ситуации, когда появляется возможность изменить эти обстоятельства. Он обращается к Виночерпию, и он говорит ему конкретную просьбу. Я украден из земли еврею. Так же здесь ничего не сделал, за что бросить меня в темницу. Выведи меня из этого дома, упомяни во мне фараон. Несколько важных наблюдений здесь. Как я уже сказал, первое, в том, что он не бесчувственный. Во-вторых, доверяя Богу, он предпринимает разумные шаги, чтобы восстановить справедливость. Он ходатайствует о себе. Темница – это плохое место, даже учитывая то, что у Иосифа было там несколько привилегированное положение. За этим последовало второе истолкование. Помните 12 стих? Главный хлебодар, вернее, это 16 стих, главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосиф, у меня так же снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его, три корзины – это три дня, через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. Все так случилось, как Иосиф сказал, и вот здесь ему пришлось столкнуться с еще одной неудачей. Заметите парадокс. Виночерпий, который по слову Иосифа был освобожден, сразу забыл не только о просьбе, но и об Иосифе. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слух своих и вспомнил о главном Виночерпии, о главном хлебодаре среди слух своих, и возвратил главного Виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф, и не вспомнил главный Виночерпий об Иосифе, но забыл его. Я вот, когда изучал эти главы, я пробовал представить себе Иосифа, ожидавшего решения своего вопроса. Возможно, он ожидал, что это произойдет сегодня, потом, через три дня, потом, ну, думает, может быть, там нужно этому Виночерпию освоиться немножко, через недельку, вот, через пару недель, ну, может быть, там еще фараон не рассмотрел, через месяц, проходит два месяца, три, проходит полгода, проходит год. Вот попробуйте представить себя на месте Иосифа в этом положении. Это же одиночество, это же несправедливость висит над его головой, абсолютное отсутствие всякой надежды, то есть человеческих перспектив нет. Отец его думает, что он умер, братья его, злые на него, так, что они продали его. Здесь в одном месте вроде бы успех был, 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 оборвалось. Вторая ситуация, только-только надежда появилась, что вот сейчас выйдет этот человек. Проходит полгода, проходит год, проходит два года, и вот здесь мы приходим к скрытому благословению. Это благословение было совершенно неожиданным, его невозможно было предсказать. Ни Иосиф, ни Виночерпи, ни кто иной не знали и не могли себе представить обстоятельств, как они будут развиваться и какую роль в них сыграет Иосиф. 41 глава, первый стих. По прошествии двух лет фараону снилось. Два года нужно было прожить, друзья мои. Два года нужно было прожить. Прошло два года. Два года верности, два года продолжающегося упования и доверия Богу, еще два года Иосиф жил в полном тумане, совершенно не видя никаких перспектив. Это действительно было скрытое благословение, но благословение оказалось намного большего масштаба, такого масштаба, о котором никто представить не мог, совершенно не мог. Это благословение имело несколько уровней. Помните, во-первых, Иосиф был освобожден из темницы. Во-вторых, он занял положение существенно выше управления управителя дома Патифара. Он становится премьер-министром Египты. В-третьих, благодаря Иосифу были спасены жизни всей его семьи, отца и братьев. А это значит, был спасен Израиль. А это значит, была сохранена возможность для того, чтобы исполнить Божий завет, чтобы через Израиль, через еврею пришел Искупитель однажды. Четвертое. Эти обстоятельства привели к тому, что Израиль переселяется в Египет. И там из семьи в 170 человек Израиль вырастает в нацию численностью более двух миллионов. Мы будем об этом еще говорить, а сейчас я хочу прочитать только несколько стихов из 104 псалма с 12 стиха. Когда их было еще малым числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к новому племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям, не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Смотрите дальше. И призвал голод на землю, всякий степель хлебный истребил. 17 стих очень важный. Послал перед ними человека. В рабы был продан Иосиф. Кто продал Иосифа в рабство? Братья, несправедливо, жестоко. А кто послал Иосифа? Бог послал. Вот парадоксы Божьего проведения. Братья Иосифа несут за это ответственность, полную ответственность. Но мы видим, как Бог использует эти обстоятельства для того, чтобы достичь гигантской цели. В рабы был продан Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Смотрите, слово Господне испытало его Иосифа. Послал царь, разрешил его владитель народа, освободил его, поставил господином над домом своим, правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ и сделал и сделал сильнее врагов его. В этом удивительные парадоксы Божьего проведения. Но это еще не все. Есть еще третья сцена здесь. Третья сцена не менее важная. То, что пережил Иосиф, очень сильно напоминает нам то, что пережил Сын Божий, когда он пришел на землю, чтобы спасти людей. Вот эти парадоксы, которые мы видим в жизни Иосифа, они намного в более яркой форме были проявлены в жизни Господа нашего Иисуса Христа. И здесь мы также можем видеть верность Богу, мы можем видеть благословение, неудачу и скрытое благословение. Давайте несколько слов коротко посмотрим на то, как в жизни Иисуса Христа мы видим эти парадоксы проявляющиеся очень ярко. Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Заметьте, опять Бог послал. Бог посылает Сына. И Сын верно выполняет то, что Бог Ему поручает. Иоанна 17, 4. Я прославил Тебе на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Иисус ясно понимает, Иисус сходит в эту глубину страстей человеческих. Верность Отцу была главным качеством характера Иисуса Христа. Здесь же мы видим Божье благословение. Так же, как и в жизни Иосифа, Господь был с Иисусом. Он был с Ним при Его рождении, он был с Ним в момент крещения. Смотрите, Матфея 3, глава 16, стих. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и си отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и сей глаз небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Заметьте, Бог был, Бог-Отец был с Богом-Сыном здесь, Бог-Отец был с Иисусом Христом. И Божье благословение сопровождало Христа на протяжении всей Его земной жизни. Он исцелял больных, Он изгонял бесов, Он ходил по воде, Он успокаивал бури, Он умножал хлебы, Он воскрешал мертвых, Он имел удивительную мудрость послушать, которую собирались люди со всех концов Иудеи. Но несмотря на все эти удивительные благословения, несмотря на верность, Иисуса Христа постигает неожиданная неудача. Точнее, неожиданная она была для всех, кто стоял вокруг, кроме Него самого. Завершающий этап земной жизни Христа был непонятным и неожиданным для многих. Его не ожидали ученики. Помните, Христос много раз говорил о том, что я иду на Голгофу, я иду в Иерусалим, там меня арестуют. А они делят место, кто будет по правую, кто по левую сторону сидит. Они не ожидали такой развязки. Его не ожидал народ. Те, которые кричали, восклицали Осана сыну Давидову буквально за несколько дней до его распятия. Даже начальники Израиля, с одной стороны, они видели в Иисусе Мессии, но с другой стороны, они никак не могли понять, как Он мог позволить отдать себя на распятие. Матфея 27 глава 39 стих. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Вот этот парадокс. Они не могли это вместить в своей голове. Они видели и слышали, что Он воскрешал мертвых, что Он исцелял больных, что Он изгонял бесов, но они не могли понять, как Он может висеть на кресте здесь сейчас. И поэтому они требуют, они кричат, если ты Сын Божий, спаси себя самого. Они не понимали, что происходит. Вот почему Иисус молится. Посмотрите Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус же говорил им, «Отче, прости им, они не знают, что делают, они не понимают твоего проведения». И делили одежды его, бросая жребий, народ стоял, смотрел, насмехали же начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого. То есть ни воины, ни народ, ни даже самые близкие ко Христу люди не понимали, что в действительности это был самый значимый момент в истории Вселенной. Здесь совершалось спасение. И не только спасение Израиля, но спасение всего рода человеческого. И спасение не от голода, как был спасен тогда, как была спасена семья Якова, а спасение от греха, спасение от смерти. В этом и было скрытое благословение, ради которого и нужен был крест, ради которого и нужно было унижение, через которое прошел Иисус Христос. Мы подходим к этому еще одному элементу, скрытое благословение в жизни Иисуса Христа. Это благословение стало результатом Божьего проведения в жизни, Сына Божьего в жизни Иисуса Христа. И оно стало наивысшим благословением в истории Вселенной. Филиппийцам 2 глава. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Почему? То есть, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса Христа преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Богу Отца. В этом и есть, друзья мои, парадоксы Божьего проведения. Сыну Божьему нужно было сойти в самую низкую точку человеческого унижения, человеческого горя, для того, чтобы подняться в наивысшую точку славы, и Он сделал это ради нас с вами. Пророк Исаия говорит, 53 глава, 10 стих, Ну, Господу угодно было поразить его. Посмотрите опять на эти парадоксы. И Он предал его мучения. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечно, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает в ноги. И грехи их на себе понесет. Возможно, вы сейчас в вашей жизни переживаете какие-то ситуации, в которых вы ощущаете, что что-то с вами происходит не то. Какая-то несправедливость, какое-то унижение, какие-то болезни, какие-то неудачи. Сегодня, когда мы смотрим на Иисуса Христа, сегодня, когда мы берем хлеб, и когда мы принимаем вину. Сегодня для каждого из нас, если вы христианин и христианка, для каждого из нас это напоминание того, что Господь ведет нас через парадокс. Напоминание того, что верность ему самое большое и самое ценное, что может быть в жизни, что присутствие его в жизни гарантирует для каждого из нас наилучший результат. конечно, все это касается только одной категории людей, только тех, кто в действительности принадлежит Христу. Если вы сегодня еще не со Христом, у вас сегодня есть замечательная возможность доверить свое сердце и соединить свою жизнь с Ним, с тем, чтобы вот эти благословения, они стали реальными и для вас. Мы преклоним колени и помолимся. Господи Божий наш, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою верность детям Твоим. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты заключил с нами завет через Сына Твоего Иисуса Христа и сделал нас соучастниками Твоей семьи, сделал нас детьми Твоими. Благодарим Тебя, что сегодня, когда мы снова напоминаем Себе через участие в вечере Твоей, о Твоей верности, напоминаем Себе об этом завете, мы снова можем провозглашать свою причастность к этому завету. Господи, я прошу Тебя, пусть сегодняшнее участие наше, оно станет ободрением для каждого из нас. Пусть оно ободрит нашу надежду, наше упование на Тебя, пусть оно сегодня обновит наши силы, пусть оно сегодня позволит нам сфокусироваться на Тебе, на Твоей верности, независимо от того, что происходит в жизни нашей. Я знаю, Господи, что у каждого из нас есть свои испытания, есть свои обстоятельства, которые требуют концентрации и доверия. Может быть, есть некая потерянность, может быть, есть где-то угасшая надежда. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы сегодня мы могли поднять наши взоры к Тебе и чтобы гарантии того, что сделал Ты на Голговском кресте, чтобы эта гарантия сегодня стала для нас ободрением, источником мужества, источником радости, источником мира, который Ты даешь. Благослови нас, Господи. Приготовь сердца наши сейчас к тому, чтобы мы могли соприкоснуться с Голговской жертвой и чтобы для каждого из нас это стало благословением. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok